Будь на верном пути. Выбирай Ardeka Lubricants. Ardeka Lubricants. Больше, чем масло. Твое утро продолжается. Мы желаем вам хорошего начала дня. И в гостях у нас интереснейший человек. И говорим мы сегодня о профессиях. И профессия этого человека очень уникальна. Давайте поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. Ну, я поприветствую вас и все наши телезрители и все горожане. Это Мариус Гвильдеис. Это гость из Литвы. Флорис, доброе утро. Доброе утро. Вы в нашем городе не первый раз, да? Доброе утро ОКТБ. Они первый раз у вас. И даже не первый раз у вас в студии, второй раз в ОКТБ. И, естественно, спасибо за то, что каждый раз, как я приезжаю к вам, у меня есть такое счастье побывать в этой прекрасной студии с прекрасными людьми. Вам спасибо большое. Спасибо, что вы к нам приходите. Мы сегодня говорим, обсуждаем тему профессий. Вот профессия флориста. Это вообще редкость в Литве или нет? Мне очень приятно, что вы назвали флориста профессией. Не каким-нибудь ремеслом, не каким-нибудь занятием, а как раз профессией. Потому как существует определенная проблема. Люди часто воспринимают флористику как просто занятие. Занятие такое, которым может заниматься любой человек, особенно любая женщина, поскольку женщина присуща, познавать красоту. И продавец цветов, и флорист в сознании общества, конечно, одно и то же. Тем не менее, тем не менее, флорист это все-таки намного больше, чем продавец цветов. Ну, по вам я это сразу заметила, потому что только пришли вы в нашу струдию, сразу начали что-то делать, сразу без дела, ни секунды. Ну, то есть, это необычно продавец цветов, который пришел и сел. Да, я же не буду продавать цветы у вас в студии, ни в коем случае это невозможно. Разве что какой-нибудь прямой эфир, телефон, аукцион. Флорист это мастер, составляющий композиции, аксессуары, букеты из цветов. И цветы это материал, как и у любого художника, у скульптора материал, дерево, металл, скажем, бронза. У флориста материал цветы, естественно, какой-то вспомогательный материал. Но, тем не менее, должно появиться что-то больше, чем цветы. Иначе сам по себе цветок, он красив. Если к нему дотрагиваться и чего-нибудь из него делать, это должно быть достойно того, чтобы его подчинять под свой лад. Поэтому флорист, в первую очередь, должен иметь огромную совесть, хорошую совесть, чтобы уважать материал. Вот насчет совести, это хороший вопрос, с совестью флориста по отношению к цветам, вы так имеете в виду, или к покупателям, которые выкладывают меньшую сумму. Я не думаю, что совесть можно делить на то и на другое, потому что если есть совесть, так значит она и есть. У меня тоже есть совесть, извините, что вас перебиваю, не отвлекая вас от работы, вы можете делать все в процессе, больше не отрывая вашего времени. Но, тем не менее, можно продолжить с вами в процессе беседы. С удовольствием, поскольку я должен чуточку и рассказать, что же я задумал сегодня утром вам показать, потому что в такой импровизированной студии, естественно, рабочей студии, мастерской, естественно, не так легко это сделать. Но, тем не менее, для того, чтобы нам обрадовать кого-то, то есть вас сегодня утром понадобится несколько роз. Из этих роз я хочу сделать то, что флористы делают уже давно. В 1911 году появился букет под таинственным названием роза-мелия, то есть гломелия. Из лепестков гладиолуса немецкий мастер при помощи серебряной проволочки смастерил цветок камелии. И поэтому гломелия, поскольку гладиолусы, камелия, сегодня утром я при помощи таких современных приборов попробую достаточно быстро приготовить вам роза-мелию, поскольку это будет из роз, из лепестков роз цветок камелии. Можно было бы сделать, наверное, и гербер-амелию, или же лил-амелию, но сегодня утром это будет роза-мелия. Ну что ж, я думаю, мы с удовольствием посмотрим и хотим увидеть, что же получится у нас, но насколько мы можем научить этому искусству каждому, каждого, или к этому нужно прийти? К любому результату, в любой профессии всегда нужно прийти. Самое главное, это, как я говорил, совесть, но совесть нужна в любой работе. Самое, что сложное найти в человеке, это как раз отношение к природе. Тем более в сегодняшнем мире, когда у нас столько много разных соблазнов в городах. Вы сами затронули, извините, тему отношения к природе. Не обвиняют ли вас многие, что вы, скажем так, над ней издеваетесь? Ну вот цветы, красота растет, а вы раз и срезаем. Мне кажется, что я только что сказал, что флорист, имеющий совесть, он дотрагивается до цветов для того, чтобы сделать что-то достойное. Потому что так мы бы остались без еды, без шашлыка, без одежды, без мухов. Хорошее сравнение. Розы и шашлык. Знаете, я специально использую это слово шашлык, потому что искусством на данный момент называют даже умение элегантно набить морду, потому что это искусство, боевые искусства, разные искусства. То есть искусство, в первую очередь, это творческий подход к своей работе. Согласна, абсолютно с вами. А вот вы сами затронули тему флорист и, скажем так, гендерная принадлежность. Многие считают, что это не совсем мужская профессия. Вы как в ней оказались? Ну да, и когда стоишь в студии и лепишь розамелию, начиная с того, что разбираешь розы, несколько роз и сортируя по величине лепестки, так, чтобы потом собрать из этих лепестков одну большую розу, конечно, выглядишь достаточно интересно, и поэтому кажется, что разве это мужская работа. Ну, рассказывайте, что же вы творите? Как всегда, чудеса. Чудеса. Вот я уже понемножку приближаюсь к такому красивому завершению моей работы. Из четырех роз нам можно было бы, наверное, приготовить и намного шикарнее, и намного больше, побольше своим объемом работу. Но, тем не менее, в столь короткое время букет мы не рискнули делать. Мы решили, что это будет все-таки аксессуар как раз на вашу руку. Сейчас попробуем... Я не могу, конечно же, скрыть свое удовольствие, когда речь идет обо мне и о подарках в мою сторону. Но скажите, пожалуйста, это ведь может быть прекрасным аксессуаром для любого вечера, вот тот же Новый год или свадьба, да? Да. Естественно, такой цветок, каким бы свежим ни был бы цветок розы, такой цветок выживет, ну, скажем так, день-полтора. И поэтому преднадлежность такого аксессуара – это на один вечер. Но, тем не менее, мы часто видим, как люди празднуют в ресторанах, на Новый год, на свадьбу. Естественно, тот вечер может стать незабываемым не только из-за того, что там была прекрасная пища, прекрасная компания. Музыка. Хорошая музыка. Хорошая атмосфера. Ну и самое главное – великолепное я. И самое главное – великолепное вы. Ну, действительно, вот мне кажется, вы вот умеете найти подход к женщинам, потому что каждая девушка хочет себя почувствовать хотя бы на один вечер золушкой. И примерить у себя на руке, на волосах, допустим, вот такое чудо из живых цветов. Да, цветы, естественно, помогают нам, флористам, быть волшебниками. Это ни в коем случае не мы волшебники, это волшебство, сама природа, которая дарит нам такой красивый материал, самый красивый в живой природе материал, который не только женщинам, всем нравится. И с помощью этого материала любой, кто хотя бы чуточку больше уважает этот материал, хотя бы чуточку больше предлагает усилий и постарается, любой сможет сделать что-то интересное и красивое. А я скажу нашим телезрителям, что Мариус проводит в эти дни мастер-класс для всех желающих и для тех, кто хочет научиться что-то делать из цветов. У вас уже третий день мастер-класса или второй? И сколько дней вы еще будете в нашем городе? Сегодня у нас третий день нашей встречи, то есть третий день обмена опытом, я так бы назвал, потому что учить – это очень большая ответственность. Я стараюсь просто делиться тем, чему я богат, а это самое главное всегда. А могут ли желающие еще подойти и послушать? Возможности такие есть. Естественно, каждый раз я начинаю какой-то курс с того, что это введение в тему, а это значит, что человек, приходящий в последний или предпоследний день, он, конечно же, теряет начало. А мы же все соединяем в цепочку, мы же все стараемся с самого начала до конца. Может быть, некоторые кто-то захотел очень сильно послушать. Но тем не менее, пускай обязательно приходят, пускай смотрят. Я напомню, это 959-00 для записи номер телефона. 959-00. Вы можете посвободнее, она не упадет. Мне кажется, это так хрупко. Ну, оцените, дорогие телезрители. Если вы хотите насладиться тоже таким чудом, приходите на мастер-классы и учитесь что-то делать сами. Мне кажется, в принципе, каждый может научиться, если очень сильно захочет. Ну, по крайней мере, азам каким-то. Естественно. Каждому доступна любая профессия. Не каждый в этой профессии будет гением, не каждый будет большим талантом. Но высокий минимум в любой профессии можно достичь. Флорист – это не та профессия, для которой нужны какие-то физические специальные требования, например, как в баскетболе. Но даже в баскетболе маленькие люди достигают чего-то. То есть здесь нужно просто с открытой душой подходить к людям, подходить к секретам и не жалеть себя и своего времени для работы. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы были с нами. И, насколько я знаю, это хорошая традиция. Второй раз у нас, милости просим, третий. Спасибо огромное. И четвертый, пятый. Спасибо вам большое. Хорошего дня всем телезрителям. Да, ну а наш эфир продолжается. И вам всего самого-самого хорошего. Оставайтесь с нами. Мы продолжим совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok